МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здесь мы без лишних слов рассказываем о том, что действительно важно и интересно. Это Омск здесь, меня зовут Павел Ремнев. И вот о чем пойдет речь в ближайшие полчаса. Принимали не по назначению, может ли повториться в Омске иркутская трагедия, и почему боярышник до сих пор свободно продают в газетных киосках. Все средства хороши, особенно бюджетные. В Калачинске муниципальное предприятие покупают мотоцикл за полмиллиона рублей. Что-то предпринимать становится сложно, по крайней мере, и не заплатив налоги, инспекторы объявили охоту на фрилансеров. Ледовые дружины встречают прохладно. Почему хоккей теряет популярность в Сибири? Теперь обо всем по порядку. Омская область пережила, наверное, самую холодную неделю в этом году. Температура опускалась до 49 градусов ниже нуля. В итоге два человека погибли от переохлаждения. 35 жителей города и области обратились за помощью медиков. Мороз испытал на прочность городскую инфраструктуру. В Амурском поселке произошла коммунальная авария. Без воды осталось три административных здания и общежития. Последствия устраняли целый день. На короткое время отключали тепло на Левобережье и в Ленинском округе. Впрочем, в единой дежурно-диспетчерской службе утверждают, что обращений зафиксировали даже меньше, чем было при минус 10 градусах. Зато диспетчеры такси не справлялись с большим количеством заявок. Практически все компании ввели повышающий коэффициент, увеличив стоимость проезда в среднем на четверть. На неделе всю страну будоражили новости об отравившихся и погибших в Иркутске. 74 человека скончались после того, как выпили концентрат для ванн «Боярышник». В жидкости содержался метиловый спирт – смертельно опасное вещество, но разрушает сердечно-сосудистую систему. Заведены уголовные дела. Полиция и прокуратура проводят тщательное расследование. Президент уже дал поручение ужесточить оборот «Боярышника» в аптеках. С 1 апреля его, скорее всего, будут продавать только по рецептам. А пока настойку можно купить свободно. К примеру, в Омске даже в газетных киосках в этом убедилась Юлия Боброва. Вот этот напиток считается самым продаваемым в России – водка. Ее производят сотнями миллионов литров в год. Но по неофициальным данным, дешевые спиртосодержащие жидкости, например, настойка «Боярышника», «Лосьона», «Одеколоны» тоже пользуются спросом. Вот это все я вполне свободно купила в киоске «Роспечати». Вместе с полиграфией здесь на прилавках тройной одеколон, лосьон с экстрактом «Боярышника», дуба. Цены ниже, чем на спиртное в магазине. Однако продавец требует паспорт. Дайте, пожалуйста, настойку «Боярышника» и тройной одеколон не спините. В следующем киоске паспорт не спрашивают. И рассказывают, настойки свободно продают на каждом шагу. Хотя прекрасно знают, что этими жидкостями мало кто пользуется по прямому назначению. А долго еще будут продавать в киосках? Сейчас же вроде как какие-то эти, религи. Сейчас везде, и в Иркутске еще вернулось на места. У нас лицензии – это косметическое средство. Кто употребляет вовнутрь? Кто употребляет вовнутрь? «Боярышник» пили, пьют и будут пить. Как правило, те присадки, ароматические присадки, которые присутствуют в этих жидкостях, в этой продукции, они, собственно, патологического эффекта не оказывают. Основной патологический эффект всегда оказывал и оказывает, и оказывает будет именно этиловый спирт. Его чрезмерное употребление. Боярку, как называют настойку ее любителей, можно купить и в небольших магазинах. Особым спросом эти пузырьки пользуются по ночам. Правда, после трагедии в Иркутске некоторые омские дельцы ушли, что называется, в тень. Полиция проводит рейды по всей стране. Ищут партии алкоголя, содержащего метиловый спирт. Именно им отравились жители Иркутска. На черном рынке технический спирт разливают в любые емкости. Бутылки, этикетки и даже акцизные марки можно заказать в интернете. Смертельно опасную жидкость продают и под видом элитного алкоголя. Из незаконного оборота изъято более 310 тысяч бутылок алкогольной продукции. Подавляющее большинство изъятого алкоголя – крепкие спиртные напитки. Эксперты считают, чтобы не нарваться на суррогат, выбирать нужно крупные сетевые магазины. Если брать коньяк, то это конкретно 322 рубля. Если коньяк стоит меньше, он нелегален в продаже. Абсолютно. Если, допустим, взять такие популярные напитки на Новый год, как, к примеру, шампанское, водка, то шампанское не может стоить меньше 164 рублей, а водка не может стоить меньше 190 рублей. Есть и другие признаки. Проверим, например, бутылку коньяка. Для начала не должно быть осадка. Этикетки приклеены ровно. Обязательно акцизная марка для иностранного спиртного и федеральная для отечественного. Некоторые производители делают уникальные тары. На бутылку наносят, например, печать или декоративные элементы. Ну и не забудьте прочитать этикетку. Особенно фразу. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Юлия Боброва, Евгений Русенко. Омск здесь. И к другим темам. Федеральная налоговая служба начала охоту на фрилансеров. Пока в сети. Ищут объявления ВКонтакте и Фейсбуке, заказывают маникюр или, например, перевод с китайского. Таким образом, за последний год инспекторы в Омске заставили платить налоги 300 фрилансеров. Впрочем, многие из этих предпринимателей даже не догадывались, что могут быть привлечены к ответственности. Кому налоговики напишут ВКонтакте и в следующем году, почему небольшой заработок омичей вызывает интерес у контролирующих органов, знает Динар Ганеева. Эти нарушители в тени не прячутся. Напротив, сознательно выходят в свет. В одной только социальной сети ВКонтакте тысячи групп. Маникюр на дому, сайты под ключ, разработка логотипов. В погоне за клиентами и узнаваемостью предприимчивые россияне не задумываются о том, что их работа вне закона. Участник Омского форума под именем Алекс очень удивился, когда получил письмо из налоговой службы. С требованием явиться и объяснить, почему он создает сайты на заказ, а как индивидуальный предприниматель не зарегистрирован. Кто-нибудь может объяснить, что за фигня? Откуда они вычислили это все? Какое пояснение о размещении объявления? И самое интересное, что доход-то максимум тысячи две получился. Подскажите, как лучше поступить? Сходить и пойти в отказ? Такие же письма получили в этом году около трехсот жителей Омской области. Сначала сотрудники налоговой проанализировали объявления, выбрали самые популярные сферы по количеству просмотров. В пятерке – программирование, редактура и написание текстов, переводы, фотодизайн, услуги парикмахера и визажиста. Чтобы распознать среди фрилансеров нарушителей закона, работали под прикрытием – с вымышленных аккаунтов. Анализировали сайт Авито, выявили физическое лицо, которое представилось с Александром. И мы проводили очень много мероприятий, вели долго переписку с этим молодым человеком. Мы заказали создание сайта. Сотрудник инспекции осуществил заказ. Ему направили, что стоимость заказа будет стоить 7500 рублей. Внимание сотрудников налоговой службы привлекли и те, кто за оказанные услуги получает гораздо меньшие суммы. К примеру, копирайтеры. За стандартный заказ статью объемом 3000 знаков исполнитель получит всего 180-200 рублей. Но для налоговой службы объем выполненной работы имеет второстепенное значение. С точки зрения закона, любой полученный доход должен быть задекларирован. Он же себя не воспринимает предпринимателями. Ну и так вот он де-факто ими не является. Де-факто. Но до Юры, вот налоговая инспекция его хочет представить таковым. И, к сожалению, получается, что это стрельба по воробьям из пушки. Нужно, конечно, администрировать тех предпринимателей или те крупные бизнесы, наверное, которые действительно и они бюджет наполняют. Осенью Владимир Путин дал поручение не только исключить любую возможность признания самозанятого населения незаконными предпринимателями, но и освободить их от уплаты налогов. Изменения в налоговый кодекс приняли в ноябре. И налоговые каникулы получили только репетиторы, домработницы и няни. Представители интересов мелкого бизнеса и фрилансеров предлагали решить эту проблему с помощью патентной системы. Предполагалось, что эти лица, которые занимаются самозанятостью, они будут получать что-то лицензии или патент на год. Государство само будет администрировать, какую часть из стоимости патента или лицензии. Будет распределять, что в пенсионный фонд, что уйдет ОМС, то есть обязательно медицинское островование, что уйдет с субъектом федерации. По аналогичной схеме в России уже пытаются упорядочить труд иностранных граждан из ближнего зарубежья. Но идею с патентами для предприимчивых россиян отправили на доработку. А пока, независимо от объема работы, цены специализации, вне закона и парикмахер, и автомеханик, и даже студент, подрабатывающий переводами. Юристы объясняют, претензии налоговых органов можно оспорить в суде. Правда, эти издержки окажутся выше, чем их доход. Ну теперь о том, как тратят деньги не предприниматели, а чиновники. Спортивный мотоцикл «Кавасаки» за 580 тысяч рублей, и согласно сайту госзакупок, хочет приобрести «Калачинский коммунальник». Муниципальным предприятием владеют администрации Калачинска и района. Но зачем коммунальному хозяйству байк? Японский мотоцикл предприятие хочет купить до 12 января 2017 года. Как говорят чиновники, на нем будут ездить спортсмены из местной школы по мотокроссу. Казалось бы, благое дело. Вот только сами участники закупки в вопросе, кто же стал инициатором такого щедрого подарка, перекладывают ответственность друг на друга. Генеральный директор акционерного общества доложил, что есть обращение от спортсменов о Казани спортсменской помощи, и попросил нас, учредителей, могу ли я части прибыли, которые создаются в акционерном обществе, направить на Казани вот эту спортсменскую помощь. Главой Калачинского района в связи с хорошим результатом первыми местами в мотокроссе было принято решение приобрести в команде Калачинской мотоцикл. Александр Иванович сказал, что это спортсмены к вам обратились, а сейчас вы говорите, что это было решение главы. Все-таки как это происходило, чтобы мы ошибку не допустили? Ну ладно, хорошо, сейчас перепишем тогда. Нет, вы скажите, как есть. Есть ли, здесь же ничего походу нет? Да нет, тут надо все-таки решить, как будет правильно. Видите, я не знал это. До меня это уже довели опосредованно. Купите, пожалуйста, технику. Так кто же все-таки решил потратить бюджетные деньги на мотоцикл? Мы решили спросить у тренера команды, но как правильно отвечать на вопросы, его проинструктировали тут же по телефону. Тамара, комитет по делам молодежи. Да, Тамара, все понял, нашли коммунальник, все. Покупаемся, у нас нет достижения, да, все двигаться вперед, все понял. Все понял, понял. По словам тренера, несколько лет назад Калачинский коммунальник купил для клуба мотоцикл с коляской. Кстати, несмотря на название, предприятие коммунальные услуги не оказывает, а зарабатывает на сдачу в аренду муниципального имущества. Прибыль должна была пополнить городской и районный бюджеты, и тогда покупка мотоцикла должен был одобрить Совет депутатов. Добавлю, что в Российском народном фронте закупку уже назвали сомнительной. Далее реклама, а после мы расскажем, почему голодовка плохо влияет на политический вес. Оставайтесь на продвижении. ХПИП. Город звучит. Хорошо там, где есть Радио Дача. 101.0 FM в Омске. Радио Сибирь. Слушай себя. Омские единороссы выбрали нового секретаря полицовета. Им стал Юрий Титянников. За его кандидатуру проголосовало 147 человек. Вторым кандидатом выдвинули секретаря Калачинского отделения партии Владимира Александрия. За него голоса отдали 25 единороссов. В 17 лет 1992 года Титянников занимал управленческие должности в мэрии Омска и областной администрации. Занимался молодежной политикой. А в 2009 году чиновник стал первым заместителем главы Омского района. Районное отделение «Единой России» возглавил в 2010 году. В новой роли Юрий Титянников планирует провести аудит партийных проектов. Ему также предстоят тяжелые для партии власти выборы в горсовет. Но Титянников, судя по его заявлениям, готов работать. Нам предстоит сегодня в городе вновь вернуть это доверие. Но доверие завоевывается не посылами политическими, и не лозунгами, и не буклетами или какими-то газетами. Доверие завоевывается реальными делами, которые идут на благо каждого человека. Добавим, предшественник Титянникова Александр Артемов руководил региональным отделением в течение 9 лет. И сейчас намерен сосредоточиться на работе в законодательном собрании. Между тем, в пятницу неожиданно сменили своего лидера в горсовете справедливоросы. Своё место потеряла Елена Свешникова. Всё началось с того, что она объявила 9-дневную голодовку, чтобы с неё списали долги за коммунальные услуги. С 2012 года она не платит за квартиру, в которой прописано. За это время долг вырос до 160 тысяч рублей. Суд обязал выплатить деньги, но рассчитываться женщина не собирается. Объясняя тем, что не является собственником жилья, в квартире под договору социального найма жил её отец, ветеран войны. После его смерти с дочерью договор не заключали. Да, я живу в этом помещении давно, но до этого у меня жил отец, он платил. После его смерти я не платила для того, чтобы вынудить именно на заключение этого договора. Помимо того, что я хотела доказать позицию того, что договор социального найма должен быть заключён в письменном виде, по которому я приобретаю право, не обязанность, а право оплачивать коммунальные услуги. Заплатить всё же придётся, иначе семью Елены Свешниковой могут выселить из квартиры. Справедливо-россы идею с объявлением голодовки не оценили. И пока Елена Свешникова давала интервью нашему телеканалу, собрали срочное совещание и назначили нового руководителя фракции в городском совете. Им стал Антон Дубель. Кстати, в следующем году коммунальные услуги подорожают ещё сильнее. Вырастет стоимость госуслуг, а курильщикам придётся экономить на сигаретах. Из-за повышения акцизов средняя цена пачки вырастет на 10%. Больше придётся заплатить за регистрацию автомобиля, увеличатся и штрафы. Алена Бензик расскажет, что ещё подорожает. С нового года вырастут расходы на государственные услуги. Например, сборы за выдачу заграничного биометрического паспорта увеличат. До 5000 рублей для взрослого и до 2000 рублей за ребёнка. Так что в этом году ещё можно успеть заплатить на треть меньше. Россиян ждёт и повышение тарифов ЖКХ. В Омскообласти цены на коммунальные услуги вырастут на 4,5%. Успокаивает, что не с начала года, а лишь с июля. Только за кубометр холодной воды придётся доплачивать 66 копеек, а за водоотведение ещё добавить 81 копейку. Тарифы на электроэнергию увеличат на 12 копеек за киловатт в час. Для мечей, дома которых оборудованы стационарными электроплитами или электротопительными установками, а также для тех, кто живёт в области, действует льготный коэффициент. Они доплатят всего 9 копеек. Будут и нововведения. В плату за содержание жилья планируют включить расходы на общедомовые нужды. В результате проживание в Омской девятиэтажке станет дороже на 9%, в пятиэтажке – на 10%. Кроме того, с нового года введут новую строку в квитанциях за обслуживание и замену газового оборудования. Неприятные сюрпризы ждут и автолюбители. Итак, за оформление водительского удостоверения пошлина составит 3 тысячи рублей вместо 2 тысяч. Регистрация автомобиля будет стоить полторы, была же на 650 рублей дешевле. А стоимость страхового полиса на машину могут привязать к количеству аварий. Для злостных нарушителей правил ОСАГО вырастет сразу в три раза. Нарушителей правил безопасности ждут новые штрафы. Например, за опасное вождение придется выложить около 5 тысяч рублей. Ужесточатся и требования к состоянию машины. Например, если автомобиль не прошел техосмотр, владельцу грозит штраф до 800 рублей. За повторное нарушение – 5 тысяч рублей. Либо лишение прав на срок до трех месяцев. Так что в следующем году можно смело заявить – автомобиль действительно становится роскошью. Эксперты подсчитали, что стоимость топлива в новом году вырастет от 8 до 12%. Примерно настолько же подорожает проезд в общественном транспорте. Зато организации смогут экономить на транспортном налоге. После трех лет использования машины за нее можно будет не платить. Этот законопроект уже поддержал глава правительства Дмитрий Медведев. По его мнению, так предприятия смогут чаще обновлять автопарк. Ну что ж, в новом году хоть кто-то его сможет обновлять. Двигаемся дальше. Мэрия Омска предложила уменьшить максимальную скорость движения на городских дорогах. Сейчас это 60 км в час. Пока же водители пользуются тем, что полицейские начинают штрафовать при превышении допустимой скорости на 20 км в час. И ездят почти 80. На сайте мэрии опубликовали предложение понизить разрешенную скорость до 50 км в час и сократить нештрафуемый порог в два раза. То есть реальная скорость на городских дорогах может быть ограничена 60 км в час. Эксперты говорят, от замедления скорости выиграют все. И вот почему. Первое и самое главное – чем ниже скорость, тем меньше вероятность смертельного столкновения. Ученые подсчитали, что при наезде на пешехода со скоростью 50 км в час вероятность смертельного исхода 40%. Если машина едет со скоростью 60 км в час, риск возрастает до 70... Процентов. Ну а если машина собьет человека на скорости 80 км в час, то тут без вариантов летальный исход. Второе – трафик. Чем медленнее едет машина впереди, тем ближе едет машина за ней. А значит увеличивается пропускная способность дорог в целом. Конечно, это правило не распространяется на пробке. Там машины не едут, а ползут. Третье – чем меньше скорость, тем меньше уровень шума. А значит меньше проблем для жильцов домов у дорог и пешеходов. Четвертое – чем меньше скорость, тем меньше выбросов в атмосферу оксидов азота. Мы выбрали самую красивую елку в Омске. Подробности после рекламы. КОНЕЦ HPIP. Город звучит. Хорошо там, где есть Радио Дача. 101.0 FM в Омске. Радио Сибирь. 103.9 FM в Омске. Это Омск здесь и мы продолжаем. Омский авангард установил рекорд результативности этого сезона. В ворота Рижского Динамо омичи забросили 9 шайб. Такой скорострельности болельщики не видели уже 14 лет. Вообще вся домашняя серия на этой неделе складывается для главной хоккейной команды региона удачно. После победы над финским Йокеритом и рижским Динамо были биты их минские одноклубники. Но вот что странно. А мячей победы своего клуба не особо волнует. С каждым матчем на арену приходит все меньше болельщиков. Максимум билетов в этом сезоне было продано в понедельник. 8270 человек следили за упорным матчем с финнами. В среду пришло на тысячу фанатов меньше. Так ли популярен Омский авангард сегодня и могут ли другие сибирские клубы составить ему конкуренцию, выяснял мой коллега Дмитрий Ковалев. Овечкин. Честно говоря, Овечкин. Кумиры юных омских хоккеистов – звезды НХЛ. Фамилии омских игроков шестилетний Рома Айтноматов даже не знает. Мальчик не смотрит игры авангарда, хоть и играет в майки с эмблемой ястребов. Его родители мечтают, чтобы сын стал профессиональным хоккеистом. И не обращают внимания на затраты. На данном этапе, если не заморачиваться на тему покупки новой формы, именно новой с магазина, то это вполне недорого. В основные траты – это расходы на бензин, то есть ежедневные тренировки, пять дней в неделю, туда-обратно, иногда две в день. Но только вот это. Больше пока основных накладок мы не видим. Комплект профессионального хоккейного снаряжения обойдется минимум в 150 тысяч рублей. Поэтому цена для любителей – основной ориентир. Сейчас на мне самый бюджетный вариант экипировки для занятия хоккеем. Это коньки, щитки, шорты, под ними ракушка, нагрудник для защиты рук, налокотники, икраги, шлем и клюшка. Весь этот набор обойдется минимум в 20-25 тысяч рублей. А самая дорогая его часть – коньки. Они стоят минимум 5 тысяч рублей, но от их качества зависит катание и безопасность хоккеиста. Дорогие тренировки, дорогая амуниция, дорогие арены. Будущие звезды уже не играют на дворовой коробке. Их воспитывают в клубах. А сам хоккей превращается в элитарный вид спорта. Сейчас аншлаг на арене Омск – редкость. В среднем посмотреть на игру приходит 8 тысяч болельщиков. И это при том, что «Авангард» по посещаемости на пятом месте в континентальной хоккейной лиге. И на одиннадцатом среди всех клубов Европы. Но амичи признаются – хоккей уже не тот, каким был несколько лет назад. Следите за хоккеем? Нет, не слежу. И раньше не следили. Раньше следил. А почему перестали следить? Время нет. Приезжаю поздно с работы. Семейные хлопоты. Так, конечно, бывает, что в последнее время так выигрывают. Но смотреть не смотрю. Так результаты, статистику смотрю, как бы интереснее. Амичи. Матч «Авангарда» смотрите? Нет. А раньше смотрели? Нет, раньше смотрел. А почему перестали? Потому что они играть перестали. Еще одна причина – не самый звездный состав клуба. Многие болельщики ходили смотреть не на игру команды, а на конкретных игроков. Ягор, Сушинский, Твердовский, Калюжный, Свитов – теперь таких громких имен в команде нет. К сожалению, так получается, что символы команды, такие как Александр Попов, уходят из команды. Воспитанники «Авангарда», такие как Егор Аверин, не задерживаются в коллективе. Это тоже играет определенную роль. Потому что всегда приятнее болеть, переживать за парня с нашего двора. Человека, который живет по соседству. За вот этот период, 12 лет, «Авангард» взял только одну медаль в 2012 году. Разочарование от серии с «Динамо», от отпущенного золота. Очень многие люди просто разуверились в том, что «Авангард» когда-нибудь что-нибудь выиграет. Спад популярности коснулся и соседей. Когда «Новосибирская Сибирь» впервые вышла в финал конференции, трибуны Ледового дворца заполнялись полностью. В этом году команда не попадает в плей-офф, и любовь болельщиков постепенно угасает. Эмблемы клуба еще можно встретить на задних стеклах автомобилей. А билеты на игры покупают самые преданные фанаты. Есть, конечно, болельщики, которые привыкли, когда команда только выигрывает. Но сейчас их нет с нами. Но когда команда наберет обороты, ну и они подтянутся. Еще одна сибирская команда «Новокузнецкий металлург» застолбила последнюю строчку в турнирной таблице. Горожане не хотят смотреть на неудачи своей команды. Да и старый дворец спорта «Кузнецких металлургов» не самая удобная арена. В среднем на матчи приходит всего 2500 человек. Но «Новокузнечане» все же любят свою команду. Очень красиво. Вы сами-то ходите. Но на последней игре были. Но разве плохая игра? Нравится там атмосфера такая, лед, хоккеисты бегают. Зрелищный вид спорта. Я с детства болею за нашу команду. Зрители теряют не только сибирские клубы. Во многом это связано с тем, что чемпионат потерял интригу. Уже сейчас, за 4 месяца до финала, эксперты называют победителя. С большой вероятностью им станет базовый клуб сборной страны. «Скай» Санкт-Петербурга – самый явный претендент на Кубок Гагарина. Дмитрий Ковалев, Анатолий Серов, Сергей Степанишин и Дмитрий Головко. Омск здесь. Ну и последнее. Самая красивая елка в Омске стоит у торгового центра «Континент». Так считают большинство подписчиков групп «Новости здесь» и «Омск здесь» в социальных сетях. Уже много лет подряд искусственную елку у этого торгового центра устанавливают самая первая в городе в этом году, 14 октября. И радовать мечей она будет до 8 марта. Второе место отдали натуральной елке у старейшего торгового центра города Омского. Кстати, в этом году гирлянду на ней зажег главный Дед Мороз страны. Третье место досталось еле у торгового центра «Каскад». Оригинальная ель около семейного торгового центра «Мега» вечером, конечно, выглядит более празднично, но днем она свою красоту теряет. Ну а на последнем месте оказалась главная городская елка в парке культуры. 250 живых сосен из большереченского лесхоза на металлической основе понравились лишь немногим. Между тем, по данным сайта НГС Омск, на нее потратили около миллиона рублей. Финансового благополучия, удачи и только хороших новостей. До встречи на телеканале «Продвижение». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова